МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неадекватное поведение. Там сначала кричала женщина, помогите, убивают. А потом вылез мужчина, он начал вообще сильно-сильно кричать. Что хотел донести до окружающих мужчина, свесившись с восьмого этажа? И чем все это для него обернулось? А также наркопритон в собственной квартире. Что грозит излишне гостеприимному мужчине? Это и не только. Прямо сейчас. Не захотел лишнего внимания и предпочел сбежать с места происшествия. На кольце возле улицы Бруди столкнулись Лада Калина и Лада 10-й модели. Несмотря на несерьезные повреждения автомобиля, водитель десятки предпочел не дождаться сотрудников ГИБДД и уехал еще до их появления. На то были веские причины. О них расскажет Альбина Минебаева. Он ударил переднее крыло мое. У него разбиточная фара, капот. Водитель Лады Калина говорит, что двигался со стороны улицы Бруди. Приближаясь к кольцу, увидел стоящий на круге ВАЗ-2110. Не понимая, какие маневры совершает его автомобиль, мужчина предпочел также остановиться. В этот момент десятка начала движение и зацепила вторую Ладу. Посчитав, что повреждения оказались несерьезными, вероятный виновник аварии предложил решить вопрос на месте. Я предлагал договориться. Потом тут ребята, водители были, такси. Я с ними пока разговаривал, записывал их координаты. Он сел в машину и уехал. Колесо у него спущенное. Он прямо на спущенном колесе туда рванул и уехал. Почему второй участник аварии решил не дожидаться инспекторов, водитель Лады Калина понял сразу. Он был не трезвым, он качался. Он вообще был в таком состоянии уже совсем никаком, скажем так. Я успел его сфотографировать, но фотография получилась уже мутная, потому что он уезжал. Как бы пытаться его задержать самостоятельно я не пытался, потому что я не супергерой. Учитывая, что номер беглеца удалось зафиксировать, и его поимка лишь вопрос времени за оставление места ДТП, ему грозит лишение водительских прав от года до полутора лет или арест на 15 суток. Альбина Винебаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Возле кремлевской дамбы Мерседес столкнулся с двухэтажным экскурсионным автобусом. По рассказам очевидцев, легковушка влетела в многотонник сзади. В результате аварии у иномарки была сильно смята передняя часть. По предварительной версии, никто из участников ДТП не получил серьезных травм. В Нижнекамске в 10 часов утра мужчина опасно высунулся из окна восьмого этажа, выкрикивал что-то неразборчивое, что хотел оставалось неясным. Понятно было одно, все это для него небезопасно. Очевидцы тут же вызвали спасателей и полицию. Что было дальше, знает Сергей Хайдаров. Около часа этот мужчина держал в напряжении один из районов Нижнекамска. Стоя на пожарной лестнице на высоте восьмого этажа, он пытался кому-то звонить и сильно шатался. Внизу спасатели были готовы его поймать, если вдруг мужчина оступится и не удержится. Там сначала кричала женщина, помогите, убивают. А потом вот вылез мужчина, вот этот вот, он начал вообще сильно-сильно кричать. Очевидцы рассказывали, что до этого мужчина открыл окно и угрожал прыгнуть. Кто-то из жильцов вызвал спасателей. Затем он вылез на установленную спасателями лестницу. А через какое-то время вернулся в свою квартиру так же, как и вылез, через окно. Пожарный последовал за ним, а уже спустя несколько минут полицейские вывели мужчину из подъезда. По словам приехавших к месту происшествия медиков скорой помощи, мужчина вероятнее всего находился под действием каких-либо препаратов. И скорее всего они стали причиной его поведения. Каких именно и разрешены ли они в нашей стране, будет ясно после получения результатов медицинского освидетельствования. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Вызов 112. В набережных Челнах сотрудники полиции задержали ранее судимого за наркопреступление 35-летнего мужчину. В его квартире полицейские обнаружили множество использованных шприцов со следами наркотических средств. Да и хозяин жилья не отрицал, что употребляет наркотики. В полицию же обратились с соседем мужчины. Сам он им не мешает, но они заподозрили, что свою квартиру он превратил в наркопритон. И его обитатели сильно осложняли жизнь всему подъезду. Кадры оперативной съемки посмотрела Анна Городнова. Что в этом пакете еще раз? Ну, мусор там должен быть. Сотрудники отдела наркоконтроля обыскивали всю квартиру, но самое для них интересное лежало в мусорном пакете. Это ваша полиция вижу. Осторожно, иголки. В квартире нашли использованные шприцы, ватные тампоны со следами опия и пакетики от пищевого мака. Отрицать то, что сам употребляет наркотики, мужчина, хозяин квартиры, не стал. Употребляешь наркотические вещества, да? Полицейских были вынуждены выдвать соседи. Они сообщили, что в одной из квартир часто собираются подозрительные лица и ведут себя неадекватно. И предположили, что там устроили наркопритон. Полицейские быстро установили, что хозяин квартиры, 35-летний мужчина, ранее уже был судим за наркопреступление. В день обыска он был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это организация, либо содержание притонов, или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств. Если вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Вызов 112. Остановись до переезда. Акция с таким названием проходит сегодня по всей стране. С автомобилистами ведут разъяснительные беседы и раздают им информативные листовки. Учитывая высокую аварийность на железнодорожных путях, приходится применять меры для снижения количества ДТП. Что предпринимают в Татарстане и что еще планируют сделать, расскажет Айрат Назипов. Услышав этот звук и увидев перед собой красный свет, водитель, находясь перед железнодорожным переездом, обязан остановиться. Но иногда правила соблюдают не все. Чаще всего ДТП на переездах приводит невнимательность водителей, нарушение правил дорожного движения и пьяная езда. И только эти хавари, как правило, всегда печальные. Одна из громких аварий на этом переезде произошла 29 апреля. В ту ночь нетрезвый водитель Хендай не справился с управлением и снес бетонную опору, парализовав при этом движение поездов. Причиненный материальный ущерб составил порядка 300 тысяч рублей. Всего с начала этого года на железнодорожных путях произошло три дорожно-транспортных происшествия. Столько же аварий было в прошлом году. Чтобы снизить количество столкновений на переездах, приходится принимать разные меры, рассказывают железнодорожники. Одна из них – установка камеры видеонаблюдения. Мы только в прошлом году оборудовали семь переездов. Есть программа на 2018 год. Оборудование порядка шести переездов в системном виде инвестициации. Всего в республике Татарстан у нас оборудованных неохраняемых переездов в системном виде инвестициации на сегодняшний день 9. Помимо камер, водители отрезвляют информативные листовки. С помощью них автомобилистам сегодня напомнили о правилах дорожного движения на железной дороге. Соблюдайте правила дорожного движения. Поезду нужно время и за расстояние, чтобы остановиться. А те, кто это игнорирует, обычно ждет наказание. За переезд путей при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо на красный свет положен штраф в размере 1000 рублей. А в некоторых случаях предусмотрено лишение прав. Айрат Назип, Фадарь Малахметов, Вызов 112. Воздушная угроза, проблемы гольфистов и недостаточная смекалка. На очереди рубрика «Сплошные проколы». Что может пойти не так на пустынной дороге? Ответ на этот вопрос теперь знает автор этого видео. Внезапно его автомобиль был атакован с воздуха. Пернатым бомбардировщиком оказалась чайка. Судя по всему, птица не удержала свою добычу в виде ракушки с моллюском и разбила лобовое стекло автомобиля, чем сильно расстроила его владельца. Не повезло спернатам и этому гольфисту. Гусь забрал к себе в гнездо мяч, которым он играл. Молодой человек всеми способами пытался вернуть его назад. И даже почти заполучил желанное. Однако у его оппонента было другое мнение на этот счет. Играя в гольф, можно столкнуться с разными проблемами. Например, если ты отец малолетних детей, то стоит доступнее объяснить своим мышам, что означает удар клюшкой по мячу. Не сдавайся, несмотря ни на что. Этот кот так хотел насладиться кукурузой, но пройти с едой в зубах сквозь прутья ворот был не в состоянии. Упрямый питомец предпринял десятки неудачных попыток пробраться внутрь. Но после смены тактики хвостатый все же насладился своей победой. Александр Сабирова, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлеева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова